МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Россия верные сыны, члены товарищества офицеров, встретились с поисковиками Чуваши. Новые задачи агрария составляют планы на сезон. Все равно молодец. С Олимпиады вернулась биатлонистка Татьяна Акимова. В канун главного мужского праздника в Чувашии побывали представители товарищества офицеров сына Отечества. В программе визита посещение строящегося кадетского корпуса Чувашского госуниверситета имени Яковлева и рабочая встреча с главой Чувашии. Всех этих офицеров объединяет не только преданность своему делу и верность долгу. Чуваша – их малая родина. В республике представители сынов Отечества бывают регулярно. Проводят военно-спортивные состязания, уроки мужества. Такая работа приносит плоды. Больше поступающие высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Учреждения правоохранительных органов – это показатели сразу. Другой показатель – в республике высокий процент молодых людей, которые идут служить в армию и в дальнейшем выбирают военное дело. Это результат полномерной работы, подчеркнул руководитель товарищества офицеров Владислав Ильин. В Чувашии успешно развивается кадетское движение. Уже в сентябре новый кадетский корпус примет первых курсантов. Замысел впечатляет. А перспектива этого замысла, она вообще, конечно, восхваляет на всех. Это будет, конечно, залог того, что наши будущие молодежи действительно будут настоящими защитниками, и мы будем жить мирно, и нам бояться не очень будет. В ходе встречи офицеры поделились своими предложениями. К примеру, включить в преподавательский состав военно-учебных заведений бывших офицеров и установить шефские отношения между Чувашским кадетским корпусом и Первым московским кадетским корпусом. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. И сегодня члены товарищества офицеров «Сыны Отечества» встретились с поисковиками Чувашия. Речь шла об исторической памяти и о преемственности поколений. Поисковое движение в Чувашии активно развивается. С каждым годом все больше молодых людей вступают в ряды поисковиков. Ребята участвуют в раскопках, благоустраивают воинские захоронения, памятники. Одно из важных направлений – работа в архивах и с базами данных, поиск родственников погибших воинов, считавшихся без вести пропавшими. Очень много солдат, которые находятся в книгах памяти, числятся пропавшими без вести. А по современным интернет-источникам мы узнаем, что эти солдаты, кто-то даже вернулся домой, то есть не погиб. В августе мы планируем выехать на обучающие раскопки, а также изучать уже дальше книги памяти. Поисковики республики ведут свою деятельность на протяжении нескольких лет. Только в прошлом году было проведено десяток экспедиций. К примеру, в Заволжье поисковики отряда «Память» Чувашского госпедуниверситета обнаружили железобетонную оборонительную точку времен последней войны. Вместе с ней и использованные боеприпасы. Члены генеральского клуба оценили труд поисковиков как полезное, нужное и благородное дело. Нужно привлекать к этой важной работе как можно больше молодых людей. Ведь в России нет и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Об этом постоянно говорит и Владимир Путин. Именно этому уделяет огромное внимание офицеры, выходцы из Чувашии. Патриот – это человек, который любит родину, отчизну и готов защищать. И, конечно же, очень важно, чтобы дети эту мысль пронесли в своем сердце, в душе. Мы в основу своей работы ставим как раз вот эту цель первую – военно-патриотическое воспитание молодежи. Хотя у нас перед организацией и другие цели есть. Например, что мы помним свои корни, что мы из Чувашии. Второе – взаимопомощь, военнослужащие. Но вот это третье направление – работа с молодежью, воспитание молодежи в патриотическом плане – это стало основной, доминирующей. Члены товарищества, офицеров сына Отечества. Частые гости в школах, колледжах, библиотеках. Везде, где собирается молодежная аудитория. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. И еще раз главной теме выпуска – празднику мужества и патриотизма. Сегодня в Чебоксарах чествовали защитников Отечества. С грядущим праздником ветеранов и кадровых военных поздравил Михаил Игнатьев. При полном параде в форме и с наградами. В зале – ветераны и молодежь. У каждого, вне зависимости от возраста, своя история служения Родине. Геннадий Мукин проходил службу на севере в авиационном полку. Выполнял сложнейшие боевые задачи. После этого пригласили на службу Ставропольской высшей авиационной училищи летчиков и штурманов. Где я там прослужил 20 лет. Обучал курсантов штурманов в боевом управлении. Сейчас, конечно, армия другая совсем. Мне в то время было, сейчас более могущественной стало и в отношении техники, и воспитания молодого поколения. Несмотря на возраст и боевые раны, День защитника Отечества для ветеранов – главный праздник. Они вспоминают своих товарищей, путь которой каждый из них прошел. Безусловно, возможности современной армии трудно переоценить. Все больше и больше молодых людей мечтают стать защитниками Отечества. Вы видите через экраны, да и чувствуете, ощущаете, насколько сегодня наша любимая Российская Федерация стала мощным, сильным государством. Доверие граждан к военным выросло намного, по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Отличившимся военнослужащим глава Чувашии вручил наручные часы с символикой республики. Среди них Николай Семенов. Для нас 23 февраля, как офицеру, прослужившему более 20 лет, это праздник День защитника Отечества. Но нынче мы отмечаем, как 100 лет рабочей крестьянской Красной Армии и флота. Поэтому мы с большим воодушевлением, с большой радостью встречаем этот праздник. Российский Союз... Сильные, смелые, грамотные. Такими видят будущих воинов профессиональные военные. В будущие армии они смотрят с уверенностью. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика. Достигли полумиллионной отметки. Население Чебоксар увеличилось до 502 тысяч человек. Открыли новые детские сады, начали строить школы, завершили программу по переселению из аварийного жилья. Отремонтировали дороги, начали рекультивировать пехтулинскую свалку. Это лишь малая часть того, что было сделано столичными властями в 2017 году. Подробнее итоги социально-экономического развития Чебоксар обсудили на расширенном заседании городского собрания депутатов. Год для депутатского корпуса выдался непростой, отметил глава Чебоксар Евгений Кадышев. Но слаженная работа в одной команде с правительством республики дала свои результаты. Значительно был увеличен бюджет города. Его исполнение превысило отметку в 10 миллиардов рублей. Собственные доходы города увеличились на 6 процентов или на 233,4 миллиона рублей, что во многом связано с погашением налоговой задолженности по организациям, входящим в состав концерна тракторной заводы. Значительная часть средств в город поступила из федерального и республиканского бюджета в почти 6 миллиардов рублей. Часть этих средств ушла на ремонт дорог. Отремонтировано 27 участков. В этом году работы будут вестись по принципу территориальной синхронизации. И если, к примеру, реконструирован сквер имени Константина Иванова, то в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» вполне логично отремонтировать в 2018 году проезжую часть улицы Константина Иванова. В этом году только на ремонт дорог в Чебоксарах будет выделено 800 миллионов рублей. Будет завершен ремонт Московского моста. Чебоксары вошли в федеральную программу стимулирования жилищного строительства. И у нас планируется строительство дорог в новом городе, в микрорайоне Солнечный, в 14 микрорайоне на общую сумму только в этом году на 600 миллионов рублей. И работы будут завершаться еще в 2019 году. В 2017 году в Чебоксарах открыли 4 новых детских сада и одну новую школу впервые за 10 лет. Есть новшества в системе дополнительного образования. В этом году будет введена у нас детская академия искусств. Это новая школа, на которую в этом году выделили 60 миллионов рублей. Будет укомплектовано более полутора тысяч деток будут обучаться в этой школе. Более того, те денежные средства, которые мы выделяем из бюджета города, позволяют детям бесплатно посещать все секции и кружки профессионального дополнительного образования. 25 дворов благоустроили в Чебоксарах по федеральной программе формирования комфортной городской среды. И здесь тоже уместно синхронизировать работы, опираясь на ключевые позиции федеральных, региональных и муниципальных программ. Комплексная работа дает хорошие результаты. Историческую часть города и московскую набережную благоустроили по такому принципу. Люди обратили внимание на реализацию такой программы, как городская комфортная среда. Не только дворового пространства, но и обсечных территорий. И хочу сказать, что на этом работа у города не заканчивается. На что обратил внимание и глава города, и глава администрации. Будет усилена работа в этих направлениях. Конечно, ключевые моменты – это реконструкция московского моста, что немало важно. Я обратил внимание на то, что действительно город плотно занимается решением вопроса третьего малого полукольца для города. Потому что центральная часть города в этом случае действительно вздохнет. В Чебоксарах определено 18 общественных пространств. Три из них, за которые отдадут больше голосов горожане, благоустроят в этом году. Рейтинговое голосование состоится 18 марта. Развитие социальной сферы было бы невозможно без экономики. В столице Чувашии в 2017 году были реализованы 6 инвестиционных проектов. Почти на 2 миллиарда рублей. Понятно, что это новые рабочие места. Динамичную работу показал промышленный комплекс. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в 2017 году составил 216 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства – 103%. На предприятиях открываются новые производственные линии. Ведется модернизация имеющихся мощностей. Расширяется сбытовая сеть. Речь о таких предприятиях, как «Промэнерго», «Элара», «ЖБК-9» создана новая производственная линия стеновых панелей. Одна из проблем столицы республики – это серая занятость. По данным Минфина Чувашии, в городе проживает больше 57 тысяч человек трудоспособного возраста, но официально нигде не работающих. Соответственно, они не платят налоги, городской бюджет теряет деньги. Есть задолженности и у отдельных предприятий, фирм. В числе крупных должников – чулочно-трикотажная фабрика, «Волга-нефтьхолдинг», корпорация «Энергетик». Уважаемые депутаты, вы взыскательно должны спрашивать. Вы этого не делаете. Нужно работать по телеца, в круглосуточном режиме, для того, чтобы в считанные месяцы разрешить все те вопросы, которые есть у правительства Чувашской республики городским властям. Долгое время идут тяжбы с компанией «Коммунальные технологии». Их долги за газ перевалили за 1 миллиард рублей. А столице они задолжали более 380 миллионов. Руководство намерено в одностороннем порядке расторгнуть договор с компанией и через суд вернуть коммунальные сети городу. Из положительных показателей – Чебоксара в числе лидеров национального рейтинга прозрачности закупок 2017. Столица Чувашии несколько лет занимает в нем лидирующие позиции. Важная тема – безопасность в столице. Количество преступлений и ДТП в прошлом году сократилось примерно на 5%. Любые итоги – это повод определить ключевые векторы движения. Для столицы республики они очевидны. Стабильно работающие предприятия, развитая инфраструктура, выверенная социальная политика – эти направления останутся приоритетными в работе. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Не только односельчане, но и коллеги по бизнесу. Жители одного из сельских поселений Канажского района создали собственный бренд. О том, как это работает и что еще произошло за прошлый год в Канажском районе. Канаше в нашем сюжете. Если в деревне нет возможности зарабатывать, люди уезжают в города. Таков механизм вымирания российских сел. В Сугай-Косинском сельском поселении решили, что так не пойдет. Жители объединились и создали собственный бренд. Наши жители продвигают свой собственный бренд. Сугай-продукт называется. Каждый житель, каждый двор может производить определенный вид товара. И мы под единым брендом это реализуем, это продаем. То есть людям проще и молоко реализовать, и сыр, и любые виды продукции. Нынешние школьники тоже учатся нестандартно думать в этом направлении. В прошлом году в Широкосинской школе открыли инженерный агрокласс. Это направление мы выбрали из-за того, что нам нравится физика, математика. Нам это в будущем пригодится. Я хочу поступить в ЧГСХ. Это Чувашская сельскохозяйственная академия. После сельхозакадемии Ольга, как и ее одноклассники, собираются вернуться домой. По официальным данным, зарплата в районе растет. За прошлый год в среднем на 9%. Если в рублях, то примерно на полторы тысячи. Вы остаетесь в сельском местном решении работать в своем родном канадском районе? Или уже там глаза смотрят на Москву? Да? Молодым аграрием будет чем заняться. В агропромышленном комплексе район пока не в лидерах. Восьмое место мы по доле занимаем производство Чувашской республики. Если Чувашской республике произведено на 45 миллиардов, канадский район, как я говорил, чуть больше 2 миллиардов рублей. Если продолжать в цифрах про районный центр Канаж, то здесь в основном рост. В 2017-м лучше шла торговля и на 7,5% больше построили жилье. Предприятия стали больше производить товаров, а в 2017-м город впервые попал в программу «Земский доктор». Однако основной вопрос в моногороде по-прежнему возобновление работы промтрактора-вагона. Это производство передано в ведение государственной корпорации «Ростех». Сегодня трудно, но перспективы хорошие. Сегодня город Канаж, как моногород, получает более чем 1 миллиард бюджетных денег для реконструкции очистных сооружений, для капитального ремонта дорог, для подведения коммуникаций для наших резидентов-инвесторов, которые развивать будут свое производство на индустриальном парке. Развитие индустриального парка сейчас одна из основных задач. Это новые рабочие места, и если все сложится, возможно, Канаж избавится от приставки «Мона». Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика. Перед работниками агропромышленного комплекса стоят новые задачи. Итоги перспективы отрасли обсудили в Доме правительства. Здесь прошло расширенное заседание правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии Министерства сельского хозяйства. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. В таком расширенном составе аграриям удается собраться только зимой. До подготовки к полевым работам остаются считанные недели. Сейчас необходимо решить наболевшие вопросы и сверить часы. Республика с 2018 года включается в пилотный проект повышения производительности труда. И наша задача с вами повысить производительность путем повышения качества агротехнических процессов, модернизации производства. И все это должно повлиять в конечном итоге на рост прибыли и обеспечить достойную зарплату. Сегодня работают в отрасли сельского хозяйства 11 тысяч человек. За 11 месяцев 2017 года производительность труда в агропромышленном комплексе возросла на 4%. В сельском хозяйстве на 11% и в Пищевке. Производительность выше средней в промышленности республики в полтора раза и составила 2,8 миллионов рублей на одного человека. Прошлый год в памяти аграриев останется надолго. Из-за щедрого на дожди лета работы на полях затянулись, но все же удалось собрать рекордный урожай зерна. Республика по-прежнему занимает лидирующие места по производству мяса, яиц и картофеля. Сейчас приоритетная задача в сфере АПК увеличить экспортные поставки продукции. Рынки свободны. Валютный город сегодня хороший, соответственно, и от этого еще вы больше маржу получите. Вот это тоже главная наша цель вместе с вами. 20 миллионов долларов по итогам прошлого года будет. Это значимый показатель. Еще одна задача на перспективу – наладить переработку зерна. Тут вопрос возникает у нас отсутствие мощностей для переработки. Мы все прекрасно понимаем, что Турция является одним из крупных переработчиков, частницей нашего зерна. И здесь готов прийти на помощь федеральный центр. Необходимо делать ставку и на высокомаржинальные культуры. Спросом в стране и за рубежом пользуются тепличные овощи, горчицы и хмель. Сельхоз товаропроизводители на спрос реагируют. Количество плантаций зеленого золота в регионе увеличивается. Цель ваша – это получение прибыли. Соответственно, агропромышленный комплекс сегодня, ведя свой бизнес, получает прибыль. Не обошлись стороной и проблемы молочной отрасли. На снижение закупочных цен влияет увеличение объемов импорта сырья. В правительстве страны готовят новые правила. По факту завезли дешевое сухое молоко, потому что летний период времени избыток молока. И отдельные крупные молочные заводы, не у нас в Чувашской республике, а которые находятся в мегаполисах, начали смешивать. Предъявляют претензии молочным заводам Белоруссии. Там бакийский вообще переизбыток. Для них российский рынок очень, как бы сказать, емкий. Поэтому будут прикрывать границы. Глава региона отметил, что сфера АПК вышла на новый виток развития. Результативный труд аграриев отметили наградами. Лучшим из лучших вручили благодарности и почетные грамоты. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. В Шумерлинском районе прошел второй межрегиональный форум сельских школ и малых городов, на котором обсуждали пути решения проблем профессиональной ориентации школьников. Наша съемочная группа побывала в Хадарской школе, куда съехались школьные команды из Коми, Мордовии, Ульяновской области и Чувашии. Форсайт-сессия, круглый стол, интерактивная площадка, деловая игра. Программа форума составлена специалистами своего дела. В роли модераторов выступили руководители детских и молодежных общественных объединений России, бизнес-тренеры. В роли экспертов – специалисты агропрома, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства. Речь шла о возможностях молодых людей и о том, насколько важно вовремя определиться с выбором, выработать четкую мотивацию. Дать возможность задуматься ребятам о том, что есть некий потенциал для развития как в селе, так и в городе. И возможность выбора, который стоит фактически у каждого человека в разное время, он может быть реализован благодаря хорошей подготовке и знаниям о себе. Работа на селе может быть престижной, а жизнь комфортной. Это полностью зависит от прилагаемых усилий. К тому же сегодня для молодых и решительных сложились благоприятные условия. У нас огромный потенциал роста. Мы можем накормить и накормим не только сами себя, но и весь мир. И здесь, в Чувашии, это будет одна из точек роста. Здесь прекрасная земля, на которой нужно разводить огромное количество коров, произвести много молока и много сыра. Конечно, жизнь в российской глубинке отнюдь не пасторальная. И сегодняшние школьники, живущие в сельской местности и малых городах, это прекрасно видят. Но здесь больше простора для творчества, экспериментов, самореализации. Нужен только правильный настрой. Ты начинаешь понимать, насколько это все трудно и сложно достигается. И то, что нужно ставить перед собой цели, это самое главное. И нужно бояться и пробовать себя во всех сферах жизни и не останавливаться. Это даже не просто интересно, это как мотивация на всю жизнь. Сегодня еще одна представительница Чувашии на зимней Олимпиаде в Южной Корее вернулась домой. Биатлонистку Татьяну Акимову встречали близкие, друзья и журналисты. Спринт, гонка, преследование, индивидуальная гонка, масс-старт и смешанная эстафета. Все это уже позади. Спортсменка рассказывает, своим выступлением осталась не очень довольна. Татьяна Акимова пять раз выходила на старт. Ее лучший результат – 15-е место в индивидуальной гонке. И девятое в составе сборной России по биатлону в смешанной эстафете. Я вообще очень рада приехать на родную землю. Вообще, когда встречают тебя столько родных, это такая огромная радость. И на душе очень приятно. А вообще Олимпиада для меня – это моя была мечта, которую всегда с детства мечтаешь. И у меня огромная радость за то, что посчастливилось все-таки поехать туда. Мы делали все, что могли и старались. И, конечно, можно было и получше. Мы старались обрадовать всех, кто за нас болел. У нас отношения в команде вообще хорошие. У нас очень была дружная команда. Несмотря на то, что нас поехало всего немного, но это нас не сломало. Мы, наоборот, стали более сплоченнее. Вся Россия болела за наших биатлонистов. Лично за Татьяну Акимову сотни людей в Чувашии держали кулачки. Больше всех, конечно, переживали мама и муж. Вячеслав Акимов – двукратный чемпион Европы среди юниоров, как никто другой понимает. Как важно сохранять душевное равновесие в соревнованиях такого уровня. Стараюсь даже иногда стрельбу не смотреть, чтобы не нервничать лишний раз. Переживаю. Мне очень сложно в плане эмоциональной нагрузки. Очень сильно Таня переживала, и мы переживали. Поэтому, слава Богу, что все прошло. Сейчас будем разгружаться, отдыхать и готовиться к последующим стартам. Сейчас у Татьяны есть две недели на отдых и восстановление. 8 марта в финском Кантиалахте стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Татьяна Трофимова, Анастасия Лангина, Республика. Равняясь смирно, в столице Чувашии завершился месячник обороны массовой, патриотической и спортивной работы. Приемы с оружием, рукопашный бой, чеканный шаг. Эти ребята не понаслышке знают, что такое военная подготовка. Но чтобы стать настоящим патриотом, этого недостаточно. Целый месяц в республике проводились мероприятия, посвященные столетию наших вооруженных сил. В уроках мужества, встречах с ветеранами, фестивалях и конкурсах приняли участие более 50 тысяч школьников и 35 тысяч дошколят. Сегодня во всех образовательных организациях города Чебоксары созданы все необходимые условия для интеллектуального, нравственного, физического развития детей, а также для военно-патриотического воспитания. Это значит, что уже с юных лет прививаются такие качества, как любовь к своей родине, истории и традиции. Мы признательны всем, кто не дает возможности, чтобы пропал интерес к месячникам военно-патриотической работы. Традиционно на закрытии подводятся итоги, а значит, награждаются лучшие. Этот год не стал исключением. Самых достойных отметили благодарственными письмами и призами. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Четвертый раз в Чебоксарах всероссийской ярмаркой. Необычные подарки и деликатесы в самый раз к праздникам. Что можно найти на ярмарке, расскажет Ирина Волкова. А я с вами прощаюсь. Ярмарка зовет «Подходи, честной народ!» Раздолье для покупателей. Тут есть и деликатесы к столу, и подарки к предстоящим праздникам. Ехала на машине, увидела, думаю, дай заеду, посмотрю. Вот так вот. Когда-то заходила я тут сюда. Приезжали они, заходила, тоже покупала некоторые вещи. Ну, есть что купить. Такого как бы не всегда в магазинах в городе найдешь. Ассортимент хороший. Ну, для любителей рыбы, наверное, интересно сюда приходить. Действительно, от одного вида копченой рыбки разыгрывается аппетит. Ароматы манят к мясным деликатесам. Запеченные перепелочки, утка, гусь, нежные рулеты точно не оставят равнодушными ваших гостей. Ровно как и оригинальные сыры. Из козьего, овечьего молока, спажетником или розовый сыр. Есть сыр очень хороший, современный сыр с пажетником. Пажетник – это настоящее вот зерно горной травы, очень полезной горной травы из семейства укропных. К чаю или в гостинице захватите с собой мармелад ручной работы или свежий мед. Сладко и при этом полезно. Берем сладости для ребенка, да, молочную продукцию берем. Здесь очень нравится, все очень вкусное и свежее. Производителей таких у нас нет в магазинах, вот поэтому приходим сюда. Модницам тоже есть к чему присмотреться. Оригинальные модели кардиганов, весенних пальто из натуральной шерсти, молодежные пуховики и курточки. Новая весенняя коллекция – это весна. Комбинированная курточка-полупальто, драб высокого качества, производитель Харьков. Время даром не теряйте, вы на ярмарку езжайте. Здесь предлагают огромный выбор товаров. 70 предприятий из 30 регионов и дарят подарки. Бытовая техника ждет счастливчиков. Розыгрыш среди покупателей пройдет в последний день ярмарки – 25 февраля. Павильон удобно расположился у гипермаркета «Мегастрой» по Марпосадскому шоссе – 17. Качественная вещь по доступной цене. Об этом мечтает практически каждый. Благодаря ярмарке верхней одежды мечты стали реальностью. Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать себе модель по душе. Надежда Артемьева пришла сюда за весенней курткой, но уже присмотрела себе и зимнюю. Здесь очень большой ассортимент. Больше даже, чем на рынках. Вместе все взятых. Я хочу обновить гардероб. Скоро весна. Хочу себе новую курточку. Продавцы-консультанты помогли мне подобрать несколько вариантов. Я думаю, без покупки я сегодня не уйду. Правильный выбор утеплителя для верхней одежды очень важен. Она должна хорошо сохранять тепло, но при этом толщина и вес изделия должны быть минимальны. Ведь чем легче и теплее зимняя куртка или пальто, тем удобнее и приятнее их носить. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. Куртки с мехом кролика, норки, лисы. Мы привезли огромную коллекцию верхней одежды, курток пуховиков. Это более 3,5 тысяч различных моделей. Все отшивается на российских фабриках. Качество очень хорошее. Вся продукция покупается очень большим оптом, поэтому цены у нас недорогие. Все весенние и осенние модели 3,5 тысячи рублей, зимние модели 4,5 тысячи рублей. Мы ждем всех жителей города. У нас на ярмарке продавцы-консультанты помогут подобрать одежду абсолютно для каждого. Без ущерба для бюджета одеть всю семью можно здесь, на ярмарке верхней одежды. Она работает с 10 часов утра и до 19 вечера без обеда и выходных. А разместилась она во Дворце культуры «Салют» по адресу улицы Энтузиастов, 36-9. Торопитесь, ярмарка пробудет в столице Чувашии до 4 марта включительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова